Всем привет, с вами канал Science Daily и это новости науки и космоса. Четвертый китайский экипаж прибыл на недавно достроенную космическую станцию Китая Тяньгун. Ракета Чанчжин-2F с космическим кораблем Шэньчжоу-15 стартовала 29 ноября со стартового центра Цзюцюань в пустыне Гоби. Отделение космического корабля произошло примерно через 10 минут. Фэй Цзюнь Лунь, командир корабля, Дэн Цин Мин и Чань Глу прибыли на космическую станцию Тяньгун спустя 5 часов. Об этом сообщили представители Китайского национального космического управления. Миссия Шэньчжоу-15 ознаменовала начало полноценной работы на борту станции Тяньгун, в ходе которой будет проведено более 100 научных экспериментов с использованием 24 специально разработанных экспериментальных шкафов, установленных в новых модулях Вэнь Тянь и Мэнь Тянь. Три тайконавта на борту космического корабля Шэньчжоу-15 были встречены на станции экипажем миссии Шэньчжоу-14, которые провели последние полгода в космосе, помогая в строительстве орбитальной лаборатории. Три новых тайконавта возьмут на себя управление готовой Т-образной космической станции Тяньгун, которая в последние месяцы получила второй и третий модули. 57-летний Фэй Цунь Лунг был отобран в январе 1998 года в число китайских тайконавтов первого поколения и совершил свой первый и пока единственный полет в космос в 2005 году в качестве командира пятидневной миссии Шэньчжоу-6. Он возвращается в космос спустя 17 лет. 56-летний Дэн Цин Мин – последний действующий представитель первого поколения тайконавтов, и для него это первый полет в космос. Третий член экипажа, 46-летний Джанг Лу, входит во второе поколение тайконавтов, которое было отобрано в мае 2010 года. Для него это также первый полет в космос после 12 лет подготовки. И хотя мы являемся самым старым экипажем по среднему возрасту, мы уверены в своих силах, поскольку все еще находимся в состоянии молодости, сообщил Фэй Цюнь Лунг на пресс-конференции 28 ноября. Также 12 ноября Китай запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-5», который доставил около 5000 килограммов полезных грузов и материалов для поддержки экипажа Шэньчжоу-15 во время его миссии. Кроме того, космический грузовик доставил 1400 килограмм топлива, необходимого для поддержания орбиты космической станции. Тем временем члены экипажа Шэньчжоу-14, которые во время своей миссии контролировали прибытие двух новых модулей станции, осуществили три выхода в открытый космос и ряд научных экспериментов, теперь готовятся к возвращению на Землю. Ожидается, что они приземлятся в районе стартового центра Цзюцюань в начале декабря. Миссия Шэньчжоу-15 – это последняя миссия из 11 запусков, запланированных для строительства станции Тяньгун, и ее полного ввода в эксплуатацию. Тысячи учреждений и компаний, а также исследователей и инженеров были вовлечены в строительство этой орбитальной лаборатории. По словам китайских космических представителей, завершенная станция Тяньгун примерно в пять раз менее массивная, чем МКС. Страна намерена поддерживать ее в работоспособном состоянии, по крайней мере в течение ближайших десяти лет, и планирует организовывать коммерческие и туристические миссии на орбиту. Кстати, станция Тяньгун может стать единственной космической станцией с экипажем на орбите, после того, как МКС будет выведена из эксплуатации в конце этого десятилетия. Еще больше интересных научно-космических новостей каждый день на канале Science Daily. Не забудьте подписаться!